Из Канады мы летим в Испанию с транзитной остановкой в Париже. У нас есть всего один день между авиарейсами. В Париже мы в первый раз. После 15-часового перелета у нас только одна ночь на поспать и один день, чтобы погулять. Но реально я не смогла уснуть ночью, потому что время сдвинулось до 7 часов после Канады. В Европе. И Остап спал. А я пролежала всю ночь так плохо. Но с утра собрала всю волю, вставила в глаза спички и потащила Масю гулять. Париж. В сознании советского человека это же символ высшего гламура. Знаете, это советская метафора высшей элиты. Только избранные и обеспеченные люди могли тогда путешествовать в Париж. Поэтому мы бредем по Парижу. За вот тем самым селфи возле Эпфелевой башни. Ну, Остапу этого, конечно, не понять. Поэтому он мыл всю дорогу. Но, в общем, лично у меня нет сожалений. Прогулка по городу это лучше, чем просидеть в номере. И Париж действительно очень красивый город. К сожалению, Ноттердам-де-Пари ремонтируют. Он весь в лесах. Печалька. Вот она, Эпфелева башня. И туда мы сейчас пойдем. В Париже много известных достопримечательностей расположено на набережной Сеном. Поэтому можно просто приехать в центр и идти понадречкой и все рассматривать. Вся набережная в жемчужинах архитектуры. И вот он, долгожданный миг. Ебашим селфи. Башня сзади. Жизнь удалась. Все, миссия выполнена. Идем на номер спать. Купили французский багет. Французский сыр. Все. Завтра летим в Испанию. Жизнь прекрасна и удивительна. Французский сыр.